добро пожаловать ребята сегодняшняя тема у нас равноускоренное движение мы проходили равномерное движение когда скорость не меняется а здесь скорость равномерно ускоряется как вы видите на рисунке мальчик разгоняется сперва у него был скорость была скорость 5 километров в час потом становится 10 15 20 это называется ускорение равномерное ускорение и бывает наоборот когда замедляется равнозамедленное ускорение так у нас по идее есть две формулы конечная скорость равен начальная скорость плюс от и расстояние равен скорость умноженное на время начальная скорость время плюс ускорение умноженное время в квадрате делим на 2 этих формул по идее хватает но для удобства мы используем две еще две формулы которые выходят из этих формул конечная скорость в квадрате равен начальная скорость в квадрате плюс 2а с и путь равен конечная плюс начальная скорость умножаем на время делим на 2 вот эти скорости а вот эти скорости а вот эти формулы можно использовать в разных ситуациях например если с нету задачи не спрашивается путь тогда используем формулу в равен в 0 плюс от где в это конечная скорость а в 0 у нас начальная скорость потом с это путь а это ускорение а это ускорение т это время так а единица изменения ускорения равен скорость делим на время да поэтому метр делим на секунд квадрате метр в секунд квадрате теперь если конечная скорость не спрашивается тогда используем в квадрат в равен в ноль квадрат плюс 2 s а если ускорение нету задачи эта используем формула S равен V плюс V0, то делим на 2. Но если ускорение имеет модуль отрицательного знака, тогда здесь везде будет минус, минус, минус. Теперь давайте порешаем 4 таких легких пример. Первая задача, когда конечная скорость остается, начальная скорость дается и время дается. И у нас спрашивает ускорение. Какую из них используем? Первую из них используем. Первая формула V равен V0 плюс AT. 10 равен 5 плюс A умноженное 1. Поэтому A. 10 минус 5 это будет 5 метров в секунду в квадрате. Если у нас путь равен 50 метров, начальная скорость 20 метров в секунду, время 3 секунды, тогда чему равна ускорение? Какую формулу используем? Здесь у нас нету чего? Конечной скорости нету. Вот здесь у нас S нету. Поэтому используем вторую формулу. S равен V0 плюс AT квадрат пополам. Потому что конечной скорости нету. Поэтому формула у нас S равен V0 плюс AT квадрат пополам. Значит, 50 равен 20 умноженное 3 плюс A умноженное 3 в квадрате делим на 2. Здесь 50 будет, а здесь у нас 60. Плюс 4,5, потому что 9 делим на 2, 4,5 А. Значит, минус 10, да? 50 минус 60 минус 10 равен 4,5 А. Значит, ускорение у нас отрицательное. 10 делим на 4,5. Которое примерно равен 2.2. 2.2 метр в секунду в квадрате. Вот так. Теперь переходим на следующий пример. У нас конечная скорость 100 метр в секунду. Начальная скорость 80 метр в секунду. И ускорение у нас 10 метр в секунду в квадрате. Чему равен путь? Здесь чего нету? Времени нету, да? Не спрашивается. Поэтому используем третью формулу. В квадрат равен в 0 квадрат плюс 2АС. В квадрат это 100 в квадрате. Равен в 0 квадрат 80 квадрат плюс 2А. А это 10 и С. Поэтому здесь будет 10000 равен 6400 плюс 20С. 10000 минус 6400 это 3600 равен 20С. Нолики сокращаются. Значит у нас путь равен 180 метров. Теперь последний пример. Конечная скорость у нас 10 метров в секунду. Начальная скорость у нас 0. И время 40 секунд нам говорят найти путь. Здесь ускорения нету, да? Если ускорения нету, смотрите. Вот используем четвертую формулу. С равен В плюс в 0 Т делим на 2. Значит 10 плюс 0 умноженное на 40 делим на 2. Будет 400 делим на 2. Это 200 метров. Вот так. Теперь переходим на олимпиадные задачи. Два школьника создали модель автомобилей с одинаковыми двигателями и пустили их по трассе. Одинаковый двигатель. Значит у них сила тяги будет одинаковая, да? У двух моделей автомобиля. Первый автомобиль двигается из состояния покоя. Это очень важно. Из состояния покоя это означает, что начальная скорость равен нулю. Проехал расстояние L за время Тау. L равен А1. Тау квадрат пополам, да? Потому что начальная скорость равен нулю. Теперь второй автомобиль проехал 2L за время 2 Тау. 2L равен А2. Так, 2 Тау в квадрате делим на 2. Тау это греческая буква. Тау. Также покоившись до начала движения. Начальная скорость равен нулю. Найдите отношение масс. М1 делим на М2 равен чему? Из этих двух уравнений мы можем найти соотношение ускорений. А1 делим на А2 равен чему? А1 это 2L делим на Тау в квадрате. А2 будет 4L делим на 4 Тау в квадрате. Остается только двойка. И так как у них силы равны масса умноженной ускорения, это второй закон Ньютона. Поэтому М1 А1 равен М2 А2. То есть М1 делим на М2 равен чему? А2 делим на А1 по пропорции. А А2 делим на А1 это 1 делим на А1. Вторая машина в два раза тяжелее, чем первая машина. Теперь переходим на следующую задачу. Автомобиль, движущийся по прямому шоссе со скоростью 72 км в час, начиная обгон, разгоняется с постоянным ускорением. Это ускорение постоянное. Найдите модуль скорости автомобиля через время 10 секунд разгона, если за последние 2 секунды он прошел 58 метров. Найдите также модуль ускорения автомобиля. Так, начальная скорость у нас дано в километрах в часах. Мы его переводим в метр в секунду. Километр это 1000 метров, 1 час это 3600 секунд. Поэтому 72 делим на 3.6 будет 20 метров в секунду. Теперь можем дальше решать задачу, используя наши известные формулы. Эту задачу можно решить несколькими путями. Вот он 10 секунд разгонялся. Здесь 8 секунд разгонялся, потом здесь 2 секунды разгонялся. И за 2 секунды автомобиль ехал, проехал 58 минут, 58 метров. Здесь в начале у него скорость была 20, потом вот здесь, если посмотреть, будет 20 плюс А умноженное 8. Да, 8 секунд разгонялся. Вот здесь ускорение, скорость у него будет 20 плюс ускорение умноженное 10 секунд. Так, теперь здесь мы можем использовать две формулы. В квадрат равен 0 квадрат плюс 2 АС. Или С равен 0 Т плюс АТ квадрат пополам. Вторую формулу использовать легче. Для меня первую вы можете сами домашнее задание. Сами попробуйте решать этой формулой. Так, второй 58 равен начальная скорость у нас. Начальная скорость это вот эта скорость. в этом участке дороги начальная скорость будет 20 плюс 8 А. Умножаем время, там 2 секунды плюс А умноженное 2 в квадрате делим на 2. 2, 2 сокращается. Так, здесь будет 20 умноженное 2, это 40, плюс 8 А умноженное 2, это 16 А плюс 2 А. Теперь, что будет? 58 равен 40 плюс 18 А. 58 минус 40, это будет 18, равен 18 А. Значит, ускорение у нас равен 1 метр секунд в квадрате. Положительное ускорение, потому что это обгон, да? теперь переходим через 5 секунд на следующий слайд, где будем решать конечную скорость. Так, скорость равен, начальная скорость 20 плюс через 10 секунд мы должны найти, так как это ускорение 1, у нас 30 метр секунду будет через 10 секунд разгона. Хорошо, мы решили эту задачу, теперь переходим на следующую задачу. электричка без начальной скорости, начальная скорость равен 0, с постоянным ускорением заезжает в тоннель, имеющую длину L. Машинист в головном вагоне заметил, что он проехал тоннель за время 38 секунд. Сколько времени находился в тоннеле кондуктор, сидящий в конце последнего вагона? Если длина электрички 4L, а ускорение не меняется до выезда кондуктора из тоннеля. так, у нас будет поезд. Ну, извините, сейчас это не важно оказывается. Там мы не знаем сколько вагонов. поезд вот такой длины, а у нас тоннель здесь длина 4L, а тоннель у нас только такой L, длина L. Теперь машинист сидит вот здесь. Машинист заметил, что он прошел за 38 секунд. У него начальная скорость же равен нулю, поэтому мы можем так написать L равен A умноженное T в квадрате T в квадрате пополам. Т в квадрате и т в квадрате и т в квадрате «т в квадрате» вот здесь в квадрате в квадрате в квадрате V1 за сколько времени он пройдет? Так, можем с помощью несколькими путями решать. Так, подумаем, какой из них более короткий. Давайте V1 напишем. V1 это когда 4L проходит, начальная скорость же равен нулю. Поэтому можем написать 2А умноженное 4L, начальная скорость. Вот конечная скорость, когда у кондуктора в тоннеле будет 2А умноженное 5L. Он проходит 5L расстояние. Так, хорошо. Теперь используем вот эту формулу. V2 равен V1 плюс А умноженное Т. Так, V2 это под корнем 2 умноженное 5. Ой, можно было сразу 10 написать. V2 это 10АЛ под корнем, да? Минус V1 будет 8АЛ под корнем. Равен АТ. Так, время равен под корнем. Вот 10Л делим на А в квадрате. Здесь А сокращается, да? Минус под корнем 8АЛ делим на А в квадрате. Вот АА сокращается. Теперь вместо Л делим на А, можем написать 38 в квадрате пополам, да? Так, переходим на следующий слайд. Места не хватает здесь. Так, время равен под корнем 10 умноженное 38 в квадрате пополам, да? Вот вставляем. Вместо L делим на А. Минус под корнем 8 умноженное 38 в квадрате пополам. Так, будет у нас 38 под корнем 5. Здесь под корнем 5. Минус 8 делим на 2. Это будет 4. Это под корнем 4. Это 2. Вот так. Теперь численное значение. Равен. Примерно 9 секунд. За 9 секунд проходит кондуктор. Теперь переходим на следующий слайд. Имевшая начальную скорость 3 метра в секунду, точка остановилась в результате равноускоренного торможения. Найдите ее скорость на половине пути. Вот в начале скорость была 3 метра в секунду. Когда проехал половину, мы должны найти эту скорость. И вот здесь уже скорость равен нулю. Это путь L. Это путь тоже пусть будет L. Так. Теперь. Первый участок. Первая формула. Мы здесь можем использовать вот эту формулу. Очень удобно. Начальная скорость. А здесь будет минус, потому что равнозамедленная. Так. Конечная скорость. Вот здесь если будем рассматривать. 0 равен 3 в квадрате минус 2A, умноженное у него путь 2L. Теперь если рассматриваем вот этот второй участок, тогда здесь будет тоже 0. Конечная скорость. Начальная скорость. В квадрат. Минус 2A, умноженное L. Поэтому вот здесь 9 равен 4AL. А здесь V квадрат равен 2AL. Делим друг на друга. 9 деленное V квадрат равен. Здесь AL, AL сокращается. Остается двойка. Это V квадрат. С помощью пропорции отправляем направо. В квадрат равен 9 деленное на 2. 4,5. Значит у нас скорость. Под корнем 4,5 будет 2.12 метров в секунду. Теперь переходим на следующую задачу. Школьница Варвара изучает равноускоренное движение бруска по наклонной плоскости вдоль оси X. С помощью специальных датчиков она исследует, в какие моменты времени от начала движения передняя грань бруска проходит через точки с различными координатами. Вот так брусок вниз с ускорением, постоянным ускорением двигается. Здесь, например, X1, координаты X2, X3, X4 и здесь X5. Погрешность измерения координата составляет 0.1 сантиметр. Точность показания электронного секундомера 0.01 секунд. Брусок начинает двигаться без начальной скорости. Каким может быть ускорение бруска при движении по данной наклонной плоскости? Если, допустим, что в начале у него координата равен 0, тогда начальная скорость равен 0. Используем вот эту формулу X равен АТ квадрат пополам. И давайте проверим, разделяя друг друга эти координаты, получится ли соотношение вот такое. Теперь давайте. X1 пусть будет 0.1 метр делим на 0.2 метра равен. Ускорение там вот это сокращается, то 1 в квадрате это равен 0.37 в квадрате. 0.26 в квадрате делим на 0.37 в квадрате равен примерно 0.5. Это тоже 0.5, значит это правильно. Теперь проверяем вот эту часть, эти две. Тогда 0.1 делим на 0.3 равен 0.26 в квадрате делим на 0.45 в квадрате. 0.26 в квадрате делим на 0.45 в квадрате равен 0.333. 3, 3, 3, 3. Значит тоже правильно, да? Здесь тоже. Значит в начале, когда координата равен 0, у него время было 0. Вот это мы проверили. Теперь давайте проверим конечную часть. 0.1 делим на 0.4 равен 0.26 в квадрате. Время в квадрате делим на 0.50 в квадрате. А так как вы видите, сокращает друг друга, да? Будет 1 делим на 4, который тоже правильно. Хорошо, мы проверили. Теперь можем найти ускорение с помощью любых из этих координат. Ускорение у нас 0.2 умноженное координатой 0.1 делим на 0.26 в квадрате. Примерно 2 умноженное на 0.1 делим на 0.26 в квадрате. Примерно 2.96 метр в секунд в квадрате. Это примерно среднее показание. Теперь давайте будем учитывать погрешности. Переходим на следующий слайд. Погрешность у нас у времени 0.01 секунд. Значит, когда вот здесь мы измеряем, у нас время может быть 0.52 или 0.53 или 0.51, потому что погрешность 0.01 секунд. Координата у нас может быть 0.39 метров или 0.40 или 0.41. Так, теперь из этих у нас же формула такая. Ускорение равен 2х делим на t в квадрате. Максимальная величина может быть, когда х минимальное. Х минимальное и время. Ой, извините. Х максимальное, а время минимальное. Верху прямо пропорциональное x, значит, чем больше x, тем больше ускорение. А t, чем меньше t, тем больше ускорение. Они обратно пропорциональны друг к другу. Так, теперь, а минимальное значение будет, когда x у нас будет минимальным, а t, квадрат максимальным. Так, x максимальный, а максимум будет. Если посмотреть на 40 сантиметров координата, 2 умножаем. Так, x максимальный, это 0.41. Время минимальное 0.51 в квадрате. 0.41 делим на 0.51 в квадрате. 3.16 метр в секунд в квадрате примерно будет. А минимальное значение по этой координате, по координате 40, будет 2 умноженное x минимум, это 0.39, а время максимум 0.53. 2 умноженное 0.39 делим на 0.53. 2.78. Значит, ускорение у нас меньше или равно 3.16, больше или равно 2.78. Примерно. Но это же эксперимент, здесь надо каждого учитывать, средние и погрешности надо учитывать, но это будем проходить потом, позже. Теперь, какой результат можно получить при измерении координаты передней грани бруска в момент его остановки из-за препятствия на наклонной плоскости, когда время будет 0.69 секунд. Так, теперь переходим на следующую страницу. Так, время. Так, у нас ускорение может быть максимальное, это 3.16, да? И ускорение может быть минимальное, это 2.78. Так, у нас координата равен чему? А, Т квадрат пополам, да? Значит, чтобы получить минимальную координату, мы должны посмотреть на минимальное ускорение и Т квадрат минимальное. Поэтому Х минимальное в момент времени 0.69 будет 2.78 умноженное на, делим на 2 и умножаем на время. Время это будет 0.68 в квадрате, да? 0.69 может быть 0.68 или 0.70. Так, здесь получаем минимальную координату. 2.78 умножаем. 0.68 в квадрате делим на 2. 0.64 или 64 сантиметра. Так, максимальная координата будет, когда ускорение максимальное, потому что прямо пропорционально, и Т квадрате максимальное. Так, ускорение у нас максимальное 3.16, а время максимальное 0.70 в квадрате, делим пополам. 77, примерно 77 сантиметров. Значит, у нас координата меньше или равно 77 сантиметров, больше или равно 64 сантиметров будет. Вот такая интересная задача. Мы как будто эксперимент делали, да? Очень интересно. Теперь, конечная задача сегодняшней темы. Последняя задача. Хоккеист Андрей находится на длинной ледяной дорожке. Он сообщает шайбе стартовую скорость Ю. Некоторое время шайба движется с этой скорости. На дорожке имеется шероховатый участок длиной 1 метр, после прохождения которого шайба движется с меньшей скоростью в. Андрей обнаружил, что при 2.83 метра в секунду конечная скорость будет 2 метра в секунду. Давайте. Начальная скорость у нас будет 2.83, конечная будет 2. И у нас известна длина этого участка, шероховатого участка, 1 метр. Нам надо найти ускорение. Как можно найти ускорение? В квадрат минус в 0 квадрат делим на 2с. Так. 2 в квадрате минус 2.83 в квадрате делим на 2с. У нас будет 4 минус 3.83 в квадрате делим на 2с. Минус 2. У нас минус 2 метр в секунду в квадрате. Мы нашли ускорение. Теперь, говорят, шайбу запустили со скоростью 5.29. Какую скорость она будет иметь после прохождения двух шероховатых? Двух это будет проходить 2 метра, да? Теперь начальная скорость в квадрате минус или плюс 2а. С равен конечной скорости в квадрате, да? Начальная скорость 5.29 в квадрате. Минус будет, потому что у нас ускорение имеет отрицательный знак. И путь, который он проходит, 2 метра, да? Скорость будет 5.28 в квадрате минус 8. 19. Сразу корень этого числа будет 4.47 метров в секунду. Это у нас пункт А. Теперь, через 5 секунд, переходим на пункт В. Так, шайбу запустили со скоростью 4.9. Какую скорость она будет иметь после прохождения участка длиной 3 метра? Так, 4.9 в квадрате минус 2 умноженное 2 умножаем на 3, да? Равен конечной скорости в квадрате. Это пункт В. Так, 4.9 в квадрате минус 2 умноженное 2 умноженное 3. Будет 12. Под корнем 12. Это 3.47. Скорость равен 3.47 метров в секунду. Они сказали нам, округлите до сотых. Вот до сотых мы округлили. Ответ был, по идее, 3.46, 55. Вот так. Если округлять, будет вот такое значение. Так, пункт С. Шайбу запустили со скоростью 5.66. Она попала на длинный шероховатый участок. Сколько метров пройдет до остановки? Остановка, это означает, что конечная скорость равен нулю. Начальная скорость 5.66 метров в секунду. Значит, используем вот эту формулу, какую мы использовали и раньше. 0 равен начальная скорость, минус 2 умноженное 2 умноженное S. С равен 5.66 делим на 4. Будет 8 метров. Вот так решили эту задачу. Хорошо, на этом сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо. Удачи вам. До свидания. До свидания. До свидания.